Нашему Байкалу грозит новая опасность. Внедрог правительства подготовлен проект постановления об изменении допустимых колебаний уровня воды в озере. Диапазон этих колебаний существенно расширяется до 2 метров 31 сантиметра. Цель, которую преследуют чиновники, понятна. Они хотят увеличить возможности забора воды из озера, как я понимаю, в угоду бизнесменам, коммерсантам, предпринимателям. Эти цифры могут стать приговором Байкалу. Прибрежная полосе на мелководьях бурлит жизнь. Что будет с нею, если дно начнет регулярно обнажаться, а вода то уходить от берегов, то пребывать? А ведь от того, что происходит в этой прибрежной зоне, зависит состояние всего Байкала. Оно и так вызывает серьезное беспокойство. А что будет дальше, если постановление будет принято, и вода озера начнут использовать в гораздо больших, чем сейчас, объемах? Что будет с прибрежными поселками, которым начнет угрожать подтопление? Что будет с дельтой Селинги, главной реки, которая питает озеро? Эта обширная дельта защищает Байкал от загрязненных стоков. Если дельта будет размываться, то пострадает животный и растительный мир. Это уникальная водно-болотная система. Что будет с берегами озера, которые неизбежно начнут подвергаться усиленной эрозии? На эти и на многие другие вопросы у правительства нет научно обоснованных и убедительных ответов. Это самое тревожное. Байкал при всем своем масштабе, система очень хрупкая. Грубое вмешательство человека в жизни озера, хищническое использование его уникальной воды станут новыми, болезненными ударами, от которых Байкал может не оправиться. Нельзя этого допускать. Нельзя принимать важнейшие решения, которые касаются национального достояния страны, без самого широкого общественного и экспертного обсуждения. Без оценки последствий вмешательства в естественные природные процессы. Я направил председателю правительства Михаила Владимировича Мишустину срочное обращение с той тревогой, которая вызывает правительственные планы. И вызывает эти планы тревогу не только у экологических активистов, экспертов, они вызывают тревогу у местных жителей, у всех неравнодушных людей. Судьба озера не может решаться только государственными актами. Я призываю правительства тщательно изучить мнения и оценки специалистов, обсудить ситуацию с людьми, живущими в озере, проанализировать прогнозы долгосрочных последствий, готовящихся решения. Торопливость тут неуместна. Ни природа, ни наши потомки не простят нам, если Байкал будет принесен жертву семиминутным интересам. Надо сделать все, чтобы сохранить славное море и передать его нашим детям и внукам в первозданном виде.